Привет, мои любимые слушатели! Сегодня тема нашего расклада будет такой вопрос. Преклятие! Кто нас ссылает? Что за человек? Кому там немется? Сделаю 4 человека. Выбирайте своего. Кого вы предполагаете, да? Я потом дам характеристику. Посмотрим, разберем. Так, 4 человека. Выбирайте своего. Так, надеюсь, вы определились. Так, чтобы видно все было. Да, кончики остальные. Так, вот чек номер 1. Посмотрим. Посмотрим, кому там не терпится, кто там лезет. Так, описание дам. Кто этот человек? Кто ты? Кто ты? Бывает такое, да. Кто ты? Кто ты, что ты? Что ты себя представляет? Кто ты? Подает человек у нас мужчина. Мужчина приходит здесь. Человек, который может быть вашим близким. Отец, брат, может быть бывший. Достаточно сильно. Вообще семейный человек, семья. Семья это защита, семья это главное. Человек, который к чему-то людей может принуждать. Например, к принятию каких-то решений. Человек, который хороший стратег. Может на несколько шагов мыслить. То есть, такой достаточно сильный, несгибаемый, который продавливает людей. Считает, что имеет на это право отношение к вам. Какой вы для этого человека, для этого мужчины. Что вы, знаете, все время обижаетесь. Что вы в обидах все время. Еще вы в иллюзорных каких-то мечтах, каких-то своих живете. Все время фантазируете. Но считает, что вы щедрый. Что вы человек, который есть компас внутри. И собственная вера в себя, в свои силы. Что вы человек, который можете себя преподать, преподнести. Но вы в основном все время обижаетесь на людей. Хотя, может быть, и щедрым человеком. Так, давайте посмотрим, что конкретно. Проклятие. Что конкретно посылает. Что конкретно. Что делает. Что ты делаешь. Как будто, знаете, здесь он недоволен вашим выбором. Либо вы выбрали не того человека. Либо вы... Вот этот ваш выбор не развивает вас. И ничего вам не дает. Это только утягивает, вытягивает из семьи что-то. То есть, вы выбрали человека, из-за которого вы можете пожертвовать интересами своей семьи. И здесь идет подключена война. Но именно платятся деньги женщине, которая это делает, магичит. Причем, может быть, черная магия. Магия всякая разная. Ничем она, как мастер, не скупится. Ничего не жалеет. Потому что вам надо закрыть какие-то отношения. Отказаться от каких-то отношений. И тогда у вас все будет хорошо. Здесь идет о том, что вы должны отказаться от каких-то отношений, которые, как этот мужчина считает, идут в разрез с семьей. Хорошо, посмотрим. Почему? Еще по-другому посмотрим. Почему? Как? Что? Что не нравится-то? Что неужели надо? И карта идет разрушение. Может быть, вы действительно пошли, как сказать, против его решения. Не захотели делать так, как он вам сказал. И тогда вы превратились во врага. А раз вы враг, тогда он вас насильно будет заставлять делать то, что он хочет. Поэтому, как сказать, не отступиться. Что будешь делать дальше? Что еще? Здесь получается, что речи бесполезны, разговаривать с вами бесполезно. Поэтому мы здесь делаем вот такой ход. Это наказание. Вас хотят наказать, проучить, но сделать это высшими силами, чтобы они с вами разобрались. Считают, что вы человек ведомый, что вами кто-то управляет. И вы ведетесь. Но это неприемлемо. Кому будет и бесполезно с вами разговаривать. Хотя вы должны быть человеком, как он считает, сильным, надежным, уверенным. А вы как будто бы сдались в кому-то в покорность и действуете, как марионетка. И это унизительно. Как будто бы вы сами отказываетесь от того, что он вам предлагает. Хотя он предлагал вам много. Считают, что предложено было много. Вы могли, если бы вы были в семье, вы могли бы быть очень счастливы. Но вы отказались. Потому что семья может вам дать все. Вот это противодействие злит, раздражает. Что делать? Что с тобой делать тогда? Вам надо поговорить с близкими людьми, может быть, друзьями, посоветоваться с человеком, которым вы доверяете и дает нормальные советы, как говорится. Подумать, потому что здесь они говорят, наберись терпения, надо принять какое-то решение, подумать и действовать. Что нужно сделать? Вы как будто не готовы пока. Не готовы, не хотите. Вас огорчает какое-то известие. И вот оно останавливает. Чтобы что-то делать, надо что-то простить или понять. А вы не хотите. Вы считаете, что это подлость, предательство. И вы не хотите. Вы вообще не готовы никаким диалогом. Считаете, что это того вообще не стоит и не пойду я туда. Они говорят, остынете. Вы остынете, подумаете и примите правильное решение. Здесь решение должно быть касательно какой-то недвижимости. Вы должны что-то не потерять. Чтобы что-то не потерять, надо решить и подумать. Что важнее, ваши амбиции, эмоции или здравый смысл? Вам подсказку даст и мужчина, и женщина. Кто-то близкие. Посоветуйте с ними. Когда вы будете готовы, вы должны понять. Потому что здесь надо поговорить с этим мужчиной. Отец или брат. Но он на вас злится. Сейчас скажу. Вот эта карта, которая главная выпала. Вот эта карта. Карта почему-то говорит, что ты заплатишь. А почему? Вас просто ревнуют. Здесь человек ревнует. Считает, что вы променяли семью на кого-то, на что-то. И вы, как... Карта такая, как будто за деньги. Вы готовы на все за деньги. Вы очень алчный человек. Почему? Очень алчный. Он считает, что вы действуете только ради чего-то. Ради своих благ. Допустим, ради недвижимости. Ради денег. Вот эта карта, она об этом и говорит. Что вы человек, который что-то делает, но не просто так. Поэтому здесь человек, мужчина на вас очень сильно злится. Поэтому так и насылают какие-то проклятия в ваш адрес. Но это для того, чтобы вас проучить, как он считает. Для того, чтобы вас поработить, что ли. То есть заставить вас пересмотреть ситуацию по-другому. То есть заставить. Так, ситуация номер два. Кто? Кто у нас насылает проклятие? Кто этот человек? Посмотрим. Ой, карта такая тяжелая еще выпала. Сейчас скажу. Кто этот человек? Посмотрим, кто ты. Кто ты? Что ты? Какой ты человек? Слушайте, тут идет у нас человек, который очень много сплетничает. Сплетни, сплетни. Сам их создает, сам в них активно участвует. Человек, который в мире спокойно не живется. На всех собирает компроматы. Информацию какую-то. Считает, что он во всем прав и так и должно быть. Человек резкий. Сначала говорит, потом делает. Потом, когда ему, допустим, отвечают, ему это не нравится. Очень есть у него люди рядом, с которыми постоянно обсуждают и советуются. Он не в одиночестве этот человек. Так, хорошо. Отношение к вам. Как этот человек к вам относится? Здесь может быть и женщина, и мужчина. Ну, энергетика такая, знаете, мужская. Может, женщина быть такая, может, подобная, агрессивная. Как вам относится? Считают, что от вас надо защищаться, потому что вы человек непредсказуемый. От вас не знаешь, чего ждать. Вы человек сильный. Судьба вас балует. У вас бывает очень много шансов. Вы человек, который живет с удовольствием, у которого все получается. Очень много вам подарков с небес падает. Еще вы человек, который этого не заслуживает. Вы человек, который часто бываете разочарованы, но вы умеете себя защитить. Так, а что конкретно, какие проклятия, что посылает человек? Сейчас посмотрим. Что конкретно ты отправляешь? Что ты делаешь? Какого плана проклятия? О чем речь? Здесь тематика почему-то выпадает любовная. Про любовь здесь у нас идет. Потому что здесь идет на отворот союза. Чтобы какой-то союз был отворот, люди разошлись. И это у нас любовная тематика. Здесь почему-то человек не хочет, чтобы вы были в паре с кем-то. Чтобы вы расстались. И очень злится. Очень хочет, чтобы у вас ничего не получилось. Чтобы ваша любовь закончилась. И вы расстались. Здесь человек очень хочет, чтобы вы расстались с тем, с кем вы сейчас. Поэтому что-то делает, магичит. Всеми способами платит женщине. Женщина этим делает. Этим занимается. Так, посмотрим, что тебя злит. Почему ты в такой злости? Из-за чего? Что такое? Он считает, что я никому никогда своего не отдам. Что все, что со мной, должно принадлежать мне. Я на все пойду, но я свое получу. Унизительно проигрывать. Очень не любит проигрывать. Этот человек считает, что все мое, все, что я заслужил, все мое. Отдавать я ничего не буду. Если я выбрал человека, он со мной. Здесь идет именно, знаете, злость на разрушении отношений. Я не хочу своего отдавать. Так, хорошо, давайте посмотрим, что будет делать. Что еще будет делать? Что будет делать? Всеми путями рушить ваши отношения. Потому что задета гордость сидит, вас ждет. Не хочет отдавать. Идет себя как ребенок. Так, посмотрим сейчас. А что делать вам? Мало ли, что этот человек хочет, да? Аната, что делать? Что делать? Надо защищать свои отношения. Защищать. Ищите защиту. Можно, знаете, тоже обратиться к ведьмам, которые сделают чистку и ставят защиту. Они могут подсказать у вас, если лежит дома, подклад, где он лежит. Могут тоже показать, указать и поставить защиту. Здесь они говорят, защищать свою семью, свою пару. И защищать, в том числе, и от того, чтобы уходили какие-то деньги из вашего дома. Время покажет. Вы увидите, кто это делает. Вы поймете. Потому что человек, который насылает эти все проклятия и мутит эту вашу воду, он себя проявит. И вы будете, мягко сказать, не в восторге. Так, хорошо, давайте еще посмотрим вот эту карту основную. Вот эта карта, она говорит, что человек склонен, знаете, как к криминалу. То есть, не то, что там криминал, а именно нечестными путями эти. Допустим, залезть в дом, положить что-то. То есть, нечестно как-то. Что конкретно. Вашу вторую половинку считают продажной. Типа шатается где-то, шатался, шатается. Всем направо и налево раздает, выдает. И гуленая еще та. Очень сильно злится, хочет, чтобы вы рассорились, поссорились. И прямо, знаете, такая сильная-сильная злость. Очень хочет, чтобы вы рассорились, рассорка идет. И не хочет, чтобы вы с кем-то были. Не хочет вас ни с кем делить. Абсолютно. Ты мое, ты моя, ты мой. Ты больше ни с кем не будешь. Поэтому здесь надо вам подумать, да, как это нейтрализовать и поставить защиту. Видно. Да, видно. Ну все, чек номер 3. Так, посмотрим, проклятие, кто нас слайд. Кто этот человек. Показывает человек очень агрессивный. Прямо агрессия бешеная, ненависть тотальная. Просто человек бы убил, если честно. Так, посмотрим, кто этот человек. Выпадает у нас мужчина. Кто ты? Кто ты, что ты? Да, здесь мужчина. Это может быть бывший супруг. Это может быть какой-то человек, знаете, у вас в авторитете, допустим, начальник или человек, который какой-то должностью обладает, властью, может быть, с законом что-то связано. Человек, который очень хороший стратег. На несколько шагов мыслит вперед. Человек, который не боится конфликтов, полон идей, знает, как поступить. То есть, если что-то берется, доводит до конца. Человек может нравиться противоположному полу. Человек выстраивает планы, с кем-то эти планы обсуждает. Еще достаточно щедры, может быть. Так, отношение к вам. Считают, что вам верить вообще нельзя. Что вы человек с двойным дном. Вы серый кардинал. Вы человек, который себе на уме. Вы можете быть склонны к авантюрам, к предательству, к подлости. Вы ничего не боитесь. Если будут на вас нападать, вы спокойно можете защищаться и не беспокоиться об этом. А вообще часто вам сходит все с рук. Он считает, что вы человек фаталист. Ну, как будет, так и будет. Хорошо, посмотрим, что за проклятие, что насылает. О чем речь. Что он, этот человек делает. Что этот мужчина делает против вас. Здесь идут карты порядка, когда у вас закрывается денежный поток. Денег нет. И у вас безденежье, может быть, идет обнуление. Были деньги, а потом раз и исчезли. Причем деньги уплачены, делала женщина. Профессионалка это делала. Не просто так. Работа была сильная, мощная. Здесь идет на то, чтобы вас обнулить какие-то денежные потоки. Чтобы вы сидели без денег. И за вами еще наблюдает, так же может наблюдать по Таро. Куда-то ходит, заказывает расклады и за вами следит. Ну, как у вас там дела, да? Хорошо ли тебе, может быть, добавить? Так, посмотрим. Что делаешь? Как относишься? Он считает, что он имеет право, что все в его руках. Что он опасный враг. Вы не с тем связались. И очень-очень верит. И уважает магию. Считает, что это действительно очень сильно. Что надо просто знать, кому ты идешь, кому ты обращаешься. Поэтому здесь человек считает, что здесь дружбы быть никогда не может. Это мы враги с тобой. Что еще? Что еще? Почему? Зачем? Месть. Который он хочет довести до конца. Что-то, знаете, связанное с деньгами. Что-то между вами произошло. Не поделили какие-то деньги. Может быть, вы не заплатили, не отдали. И поэтому человек считает, что раз ты не отдашь мне, я у тебя по-другому заберу. Здесь задета гордость, задета самолюбие. Здесь идет абсолютнейшее разрушение. Так, давайте еще посмотрим, что нам делать. Как нам справиться с этим человеком. Так, посмотрим, что делать в таком случае. Что делать? Не будьте ребенком, да. Это не ребячество, это не игра. Вам надо тоже каким-то образом найти человека-мастера. Если вы ничего делать не будете, вы будете в жертвах. Потому что вот внизу колоды выпадает жертва. И действительно будете без денег. Что делать? Вам. Слушайте, а может быть, вы уже почистились? Может быть, вы уже сделали чистку? Они говорят, у вас стоит защита. Мужчина насылает проклятие, что-то делает. Но у вас как будто защита стоит. Может быть, вы тоже верите в магию и тоже подстраховались. Потому что чистота и как будто защита есть. Защита рот и еще рот вступает. И как будто бы мужик не может понять, почему у него не получается. Так, а что? Я сейчас еще вот эту колоду спрошу, что делать. Что делать вам? Должны понимать, что этот мужчина не остановится. Будет действовать. Вам надо с ним этот вопрос как-то решать. Потому что он не остановится, он будет дальше действовать. Цель-то поставлена. Он будет действовать, нападать. Вам надо подумать, что здесь у вас должна быть какая-то, знаете, поставлена задача. Заключить с ним какой-то худой мир. Что-то надо такое сделать, чтобы он успокоился. Знаю, подумайте, что это может быть. Он не останавливается, он очень злой. Здесь агрессия просто адская. Вот эта карта об этом говорит. Когда человек вас просто бы взял и убил. Настолько он злой. Сейчас посмотрим, что это такое. С чем тебя едят. Ну, она его, знаете, сама вот эта ненависть, она его самого разрушает. И тянет на дно, он деградирует. Еще такой, знаете, момент, что человек сам по себе любит создавать врагов. Ему нужны постоянно враги. И он с ними все время борется. Это такой человек сам по себе человек, война. Нужен бой, нуждается в этом. Очень тяжелый, знаете, человек. И такой опасный враг. Так, подумайте, надо какой-то заключить худой мир, о чем-то договориться, потому что это не дело. Так, посмотрим, да. Человек номер 4. И выпадает карта у нас наживы. Что такое, посмотрим, о чем речь нажива. Так, кто ты? Кто человек, который насылает проклятие, ненависть, злобу, злость? Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты? Не буду говорить, кто это, мужчина или женщина, потому что ряд карт выпадает. Здесь человек, может быть, в хороших отношениях со своими близкими. Допустим, с отцом, с братом. Очень хорошие отношения. Есть подруги, друзья. Он не одинок этот человек, но он не честный человек. Этот человек интриган. Он может создавать какие-то проблемы, ссоры, козни строить, сплетни. Потому что человек носит всегда маски, и он на самом деле серый кардинал. Он людей может стравливать лбами. И сам потом за это получает отчаяние. Но не делает выводов никаких. Человек тот ищет штучка. Как к вам относится? Вспоминает то, что было между вами в прошлом. Когда между вами был мир, когда вы дружили, общались. И думает, что вы как будто упускаете какие-то шансы. Или вы в каком-то своем мире живете. Как-то нереально на вещи смотрите. Вот тут плохих карт нет. Тут просто человек как будто вы расстались. Что еще? Вы расстались. Может быть это близкие были отношения. Очень близкие. Такая, знаете, любовь, уважение, дружба. Но вышли из отношений. И все. И для человека наступила ночь. Тут обида идет. Человек на вас обижен. Вспоминает вас постоянно. Так, хорошо. Что за проклятие? О чем речь? На какого-то мужчину треугольник в отношениях. На любовь, на треугольник. То, что было. Что еще? Вообще обида сильная здесь. Магическая война. Здесь идет магия войны. Но эта карта говорит о том, что все средства против вас хороши. Обида почему-то. Я бы, знаете, как сказала. Тут не то, что... Сейчас посмотрю. Тут сложно сказать, что тут только обида. Тут не только обида. Что это такое? Покажите мне. Тут любовь. Тут человек вас очень сильно любит и не хочет отдавать. Но действует слишком эгоистично. Не хочет вас отдавать. Насылает, чтобы вы расстались. Сейчас еще посмотрю. Здесь какая-то, знаете, ситуация такая странная, непонятная немножко. Сейчас посмотрим. Что ты делаешь? Что за проклятие? В завершение отношений, завершение отношений, в одиночестве. Были отношения и расстались. Как будто вы знаете, вы разрушили его любовь, его доверие к вам. Вы как-то отнеслись равнодушно. Здесь человек очень сильно на вас обижен. То есть не хочет прощать, потому что считает, что не должны вы были расставаться. Что ты чувствуешь? Какое отношение? Может быть, вы ушли в другие отношения, потому что вы из-за каких-то денег появились. У другого человека, может быть, денег больше. И вы на это появились, потому что сразу первая карта денег выпала. Там человек имеет власть, имеет деньги. А вы из-за своих интересов туда ушли. И, возможно, вы как жертва теперь. Вы себя отдаете в жертву ради денег. Считает, что за свою любовь надо бороться. Вот этот человек считает, что надо бороться. Здесь любовь. И вот эта магия, это способ вас вернуть назад. Он считает, что здесь все решится свыше. Выше свыше, что в небо все решит. Сейчас посмотрим, что делать-то. Он вспоминает и не может простить и отпустить. Потому что не знает, как без вас дальше вообще жить. Что делать с тобою, Алла? Что с тобою делать? Что делать? Это вообще не дают они четкий совет. Здесь карты не дают. Они считают, с одной стороны, если вы расстались, да, и были действительно приняты, полны решимости расстаться, потому что невозможно, то вам здесь надо свою линию гнуть. Мало ли, что ему там или ей не нравится. Отстаивать свои интересы. А если, допустим, вы любите человека и хотите к нему вернуться, то человек этого и добивается, собственно, потому что он вас ждет. Что делать? Что делать? В чем-то все вокруг денег. Здесь деньги, деньги, недвижимость. Что вы должны отстаивать только свои интересы. Как бы у вас ситуация не сложилась, здесь отстаивать только свои интересы. Человек успокоится. Рано или поздно он может успокоиться. Просто сейчас ему больно. Так, что делать? Что делать? Вот так они тоже, вот эти карты говорят, то же самое. То есть, если вы сейчас в отношениях, которые вас не устраивают, отстаивают, отказаться от них, закончить их, будет больно, неприятно, унизительно, но вы освободитесь, если вам не нужны. И тогда вы вернетесь к тому, кто вот так сейчас по вам тоскует. А если вы наоборот, не хотите возвращаться, то имейте в виду, что человек успокоится здесь. Знаете, на самом деле, очень сильно человек вас любит. сильно ждет вас. Если вы к нему вернетесь, вы можете пожениться, если у вас личное отношение, или если вы вернетесь, у вас будет очень хорошая дружба, которая, ну, достойна, да. Такой друг достойный. Думайте сами. Я просто подсказала, а вы уже сами смотрите, как тут лучше для вас, как вам лучше поступить, потому что все-таки расклад не личный. Это общий расклад. И здесь смотрите только на себя, как у вас это, да, как отзывается внутри. Ну, вот такие у нас были варианты. Тяжелая такая тема. Я ее редко ставлю, но тем не менее. Как обычно, пишите ваши комментарии, как у вас проигрывать, что происходит, да, насколько проигралась. Буду очень признательна вам за обратную связь. Ну, а от себя, как обычно, я вам желаю мира и добра. Продолжение следует...